добрый день друзья снова вы на моем канале на моей кухне сегодня хочу с вами поделиться очень вкусным рулетом который можно использовать вместо колбасы и он выглядит очень празднично на новый год это будет самое то значит мне потребуется бекон сырокопченый сливочный сыр творожный сыр вот баночка небольшая у меня здесь грудка она уже помыта обсушена и отбита со всех сторон у меня здесь одна грудка такая небольшая и обжаренные грибочки уже с луком посоленные поперченные теперь процесс у нас приготовления этого рулета у меня на стол застелена уже пищевая пленка и я нахлёст буду кладывать наш бекон прям на эту пищевую пленку потом мы будем заворачивать раскладываем его вот так мясо может быть на самом деле любое хоть свинина только ее нужно хорошо отбить чтобы она такая была мягкая и хорошо приготовленная раскладываем наш бекончик прям вот так вот поверх пищевой пленочки все зависит бекона нужно столько какой вы хотите в рулет сделать большой или маленький я сделаю вот такой рулетик я разложила его побольше то очень вкусно мы уже готовили его можно готовить и впрок то есть заморозить уже в готовом виде смысле вот с ром и потом уже достать разморозить вы готовить духовке то есть это полуфабрикат уже можно сделать заранее ну вот так вот мы разложили бекончик теперь я кладу сюда нашу грудку прям вот так так нахлёст на наш бекончик вот так хорошо сейчас я все разложу вот у меня одна грудка выкрасит то что нужно сейчас нам нужно посолить поперчить по вкусу я посолила поперчила теперь беру наш творожный сыр он у меня зеленью и нам нужно вот так это все размазать по нашей грудке как получится у вас прям хорошо смазать так нам этот сыр даст сочность и рулетик будет очень сочный и вкусный теперь мы берем наши грибочки и будем укладывать их поверх нашего рулетика вот там где замазали мы с вами сыром прям хорошо вот так укладываем после того как мы завернем его нам нужно чтобы он постоял где-то часик чтобы промариновался и потом уберем разогретую духовку 180 градусов на 40 минут потом приоткроем и чтобы у нас немножко подрумянился извините на заднем плане у меня там собака с кавычек так вот раз распределили ступих от края чтоб хорошо завернулся на шарлетик теперь нам нужно свернуть аккуратно его сворачиваем с помощью нашей пищевой пленки стараемся завернуть его плотненько посмотрите получается вот вот такая вот такой наш рулетик сейчас мы переложим его в фольгу аккуратно посмотрите вот так вот и теперь нам нужно его свернуть свернем мы с вами в два слоя а потом просто раскроем чтобы наши соки все не вытекали вот так вот сворачиваем и нужно еще один здесь еще один лист вот так вот мы оставим промариноваться где-то часик еще один способ который я с вами хочу поделиться это старый забытый мы будем делать сегодня с вами ложек ложечки из слоеного теста безрожевого где будем начинять икру с небольшим сыром вот нам нужно этот пласт у меня уже растаял нам нужно его раскатать слегка раскатываем его берем ложечку и будем вырезать наши заготовки виде ложечки и потом я покажу что буду делать дальше делаем форму ложечки так поступаем с каждым ну совсем тестом я вот так вырезала ложечки теперь их нужно наколоть наколоть и смазать яйцо и отправить разогретую духовку 180 градусов на буквально на 5-7 минут как подрумяниться можно будет вынимать я сейчас все подготовлю и покажу конечный результат ну вот посмотрите у меня получилось конечно первый блин комом я это делаю правда первый раз но очень понравилась мне такая подача на праздник это будет супер единственное чайной ложечки у меня некоторые они переломались потому что тонкая была единственное если использую чайную ложечку не должно быть вот такой тонкой ну как бы основание у нас кругленькая а здесь должно быть чуть потолще за счет того что если будет потолще они ломаться не будут то есть вот видите как говорится блин ком вот они разломались ну у меня что-то получилось видите вот ложечки такие можно сделать покороче берете ложечку чуть-чуть побольше типа десертной вот и делайте вот такие укороченные тоже очень будет даже хорошо что мы делаем дальше я беру ложечку когда приходом гостей мы накладываем немножко сыра вот на эту ложечку у меня он натертый сыр можно использовать любой и берем немножко вот так вот икры вот такая будет подача икры не в тарталетках а вот на такой вот ложечки я сейчас возьму еще немножко зелени и украшу нашу ложечку посмотрите какая красота получилась вы берете такую ложечку и сразу прям вроде очень красиво оригинально я просто рекомендую попробовать приготовить вот именно так чтобы не тарталетки не хлебушек ничего извините был звонок и камера у меня выключилась так что показываю еще результат то есть вот на такой вот ложечки вы украшаете тертый сыр и веточку и получается очень красивая подача попробуйте приготовить такой на новый год а у меня осталось еще тесто потому что я не стала больше заморачиваться и я испекла вот такие вот бантики у меня внучок очень их любит просто обыкновенное тесто разрезаете на полосочки перекручиваете смазываете яйцом и потом можно будет посыпать сахарной пудрой здесь никакого сахара ничего нет то есть посыпаете как перед подачи очень красивые бантики еще одну хочу вам показать идею как приготовить вкусные рулетики мы берем с вами делаем натираем огурчик вот такими слайсами тонкими слайсами и нам нужно будет еще рыбка так один или два две штучки нам нужно будет еще рыбка красная у меня здесь горбуша подкопченая зелень укропа и желательно взять творожный сыр но у меня он закончился я буду использовать плавленый значит берем на краешек немного плавленого сыра намазываем на наш огурчик эта закуска уже известная всем но как вариант мало ли может кто-то забыл и кто-то вспомнит это уже возьмет на вооружение выкладываем сюда рыбку и небольшую веточку укропа вот так и нам нужно это дело завернуть получится у нас такая замечательная закуска вот так я сейчас все подготовлю все сделаю и покажу результат ну вот такая красота получилась ну согласитесь такая красота на на праздничный стол будет просто великолепно красивая и обычная закуска вот такой красавчик уже получился я его вытащила это у нас рулет с куриной грудкой грибами и творожным сыром сейчас он немножко остынет я покажу его в разрезе очень ароматный очень ароматный вот такой получился у нас рулетик очень сочный он еще не остыл но я собралась вам показать его в разрезе сейчас я отправляю его охладиться такие у меня сегодня были заготовочки всем кому понравилось ставьте лайки ну может быть дизлайки как всегда рецепт оставлю все под видео в принципе здесь все произвольно а я с вами прощаюсь буду рада кому если кому-то понравился мой ну мои рецепты моя фантазия я с вами прощаюсь пока пока а